Ну и тогда по поводу, вот хотел услышать, что ты чувствуешь о этих разговорах о мирном урегулировании, очень противоречивые сигналы Запада, с одной стороны, мы с Украиной до конца, мы верим, что Украина может еще существовать успешное большое контрнаступление, с другой стороны, вот Wall Street Journal говорит, что якобы кулуарные какие-то разговоры Шольца и Макрона с украинским руководством, что все-таки давай, нужно договариваться, вот какие-то альтернативные НАТО. Гора типа безопасности, судя по всему, у них опять-таки трясутся поджилки, ну и все кремлевские шавки, знаешь, я часто наступаю на разных международных каналах, я бываю на китайском канале, на турецком, Аль-Джазира-Арабик, и вот там меня, прости, за такое сравнение спаривают, там тот же Олевский есть такой, Олевский, это тоже говорящая голова на российских федеральных каналах, другие там, с Марковым Сергеем меня часто спаривают, вот они кричат сейчас о том, что Россия не хочет, Украина не хочет перемирия, не хочет идти на переговоры, а Россия, мол, хочет. Складывается впечатление, что Россия действительно в отчаянии сейчас побыстрее заморозит этот конфликт, возможно, потому что не понимает, что загрязли, и возможно понимает, что новая такая большая волна мобилизации сейчас еще более опасна, чем была первая. Вот что ты скажешь по этому поводу? Да, Россия действительно сейчас очень хотела бы перерыва в этой всей истории, потому что ходов каких-то, которые могли бы изменить ситуацию в пользу Путина, не видно. Зато видно очень большие риски действительно просто крушения фронта на многих направлениях, по многим причинам, и приезжает, по-моему, то ли 40, то ли 60 тысяч украинских военных, натренированных на Западе уже с натовским оружием в ближайшее время, и приезжает много нового западного вооружения, и танки, и артиллерия, и очень много западного вооружения, и всему этому противостоять Путину просто особо нечем, потому что и людей особо брать неоткуда, и готовить их непонятно как, и оружие, ну, такое современное и готовое к применению, в значительной степени утеряно. Потому что, по данным Орикса, под 10 тысяч единиц техники утеряно Россией, а это чуть ли не больше, чем армия крупной европейской страны. Поэтому России очень нужна передышка. С другой стороны, конечно, российские говорящие головы будут сейчас кричать, что Украина отказывается от переговоров, потому что это для западного зрителя позиция, которая может как-то и зацепиться. Потому что, ну ладно, договорились, не договорились, как бы это окей, но вообще отказаться разговаривать, это вот в западном дискурсе не принято. Поэтому я думаю, что через какое-то время все-таки разговаривать начнут. Начнутся какие-то встречи, кто-то с кем-то поговорил, там обменялись пленными, еще что-то сделали, там пришли к какому-нибудь там решению, там тому или иному, но, естественно, не к глобальному, но разговор, скорее всего, политический, так или иначе Украина начнет, потому что это действительно для западной, много для западной публики выглядит неправильно, что нету диалога. Все требуют диалога, даже не то, чтобы договориться, а чтобы вообще был диалог. А вот когда одна страна отказывается от диалога, вроде как это нехорошо. Так что я думаю, это изменится. Но наличие диалога не значит, что кто-то о чем-то договорится. Договориться сейчас невозможно, потому что Путин не может сейчас сказать, извините, мы вообще непонятно, зачем все это устроили, мы пошли, уходим и все, и возвращаемся на границу 23 февраля. А с другой стороны, Украина не может даже сказать, что и не хочет, самое главное, не хочет украинской жителей. И вообще, я так вижу, насколько вижу, глобально это консенсус. Небольшие есть мнения, что не так, но глобально консенсус в том, что нужно освобождать все территории, и, может быть, даже включая Крым. Я уж не знаю, есть ли про Крым консенсус, но про все территории, кроме Крыма, точно я вижу, что прямо нет других голосов в украинском спектре мнений практически. И так как нет предмета для переговоров, там же нельзя сойтись посередине, типа, давай вот половину, это же никто на это не может согласиться. То так как предмета договориться нет, то договориться не будет. Сами переговоры, возможно, будут. Ситуация может измениться после, действительно, контрнаступления украинского на Мелитополь или в каких-то других направлениях, когда будут освобождены существенные территории, возможно, с потерей большого количества российской техники, опять, как это было в Харьковской области. Я думаю, что это можно ожидать, такого рода наступления. И я думаю, что после этого, на том подъеме, который будет, если будет возвращение к границам 23 февраля, вот там уже может быть почва для переговоров, потому что все-таки эти территории, там, Донецка, Луганска и Крыма, это уже не такие территории, где люди будут там выходить с флагами немедленно и радоваться, кто-то будет. Но понятно, что там другое настроение у людей, может быть другое настроение у украинского общества после явной победы и возврата на границе 23. То есть тут может быть изменение настроения. Решать здесь будет, скорее всего, даже не украинское руководство, а украинское общество. У него здесь ключи к этой истории. Если оно будет так же, как сейчас, под 90% говорить, что необходимо продолжать до освобождения, то я думаю, что не будет никаких вариантов, кто бы ни на кого там не давил, никаких вариантов договориться не будет, просто потому что не пойти против украинского общества сейчас никак. Если же настроение изменится, и будет в украинском обществе существенная доля людей, которые скажут, что ну хорошо, мы на границе 23 вернулись, дальше как-нибудь потом, тем более тут можно уже и условия для договоренности, пошли какие-то другие, тогда могут быть договоренности. Все зависит будет от украинского общества в этом вопросе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok